Приветствую вас. Никакого вопроса вы не задаёте. Пишите вы о том, что произошло у вас в семье. Пишите вы о том, что ушли от любимого мужчины с маленьким ребёнком. И теперь вы ждёте, что он вас вернёт. Вы остыли и жалите о содеянном. Но так дальше продолжаться не могу. Вы знаете, поскольку никакого вопроса нет, к вам тоже вопросов, наверное, очень много. Потому что, ну, в каком направлении вы хотите ситуацию решить, как вы видите направление работы в ней, что вы хотите от, собственно говоря, психолога, не очень понятно. Но я вижу в тексте вашего сообщения одно противоречие. И на него я хочу вам указать. Вот вы говорите, что вы жалеете о содеянном. И вместе с тем ты пишете, что так продолжаться не могло. То есть получается, что обстоятельства, которые не заканчивались, которым не было конца и края, вынудили вас совершить определённое поведение. Или лучше сказать, наверное, осуществить определённое поведение, с целью прекратить негативное воздействие этих самых обстоятельств. Так? Вы это сделали, но о содеянном жалеете. Возникает противоречие. С одной стороны, вы понимаете, что поступили правильно, и что другого варианта решения проблемы для вас не было. С другой стороны, вы бежите о том, что вы сожалеете о содеянном. То есть получается, по вашему мнению, либо обстоятельства не соответствовали той реакции, которую вы реализовали. Либо, что в принципе является одним и тем же, ваша реакция оказалась куда сильнее, чем эти самые обстоятельства. То есть вот непонятно, что природа этого конфликта, природа этого противоречия. И вот правильно то, что, понимаете, эти две диаметрально противоположные формы, диаметрально противоположные направления вашего отношения к тому, что произошло, они не могут быть равными. У них есть различия. То есть вы, например, неправы в том, что восприняли ситуацию слишком близко, которая с вами произошла. Либо вы неправильно поступили в том, что отреагировали слишком остро. Есть вот что-то, что вы сделали не так. Но это не умаляет того, что обстоятельства заставили вас уйти. Соответственно, ждать молодого человека, что он вернет вас, можно очень-очень долго. И, как ни печально, можно не дождаться. Потому что мужчина, существо гордое, зам может не написать просто из-за того, что вы его бросили, вот теперь он унижен, оскорбленный, ну и так далее. То есть, конечно, вы можете делать все, что хотите, вы можете ждать, если угодно. Но, поверьте мне, пассивное поведение никогда ни к чему хорошему не приводило. Вам нужно брать свою жизнь в свои руки и, собственно, взять на себя ответственность за то, в чем вы сожалеете. О чем вы сожалеете. И в этом, именно в том, о чем вы сожалеете, вам нужно покаяться перед своим мужем. То есть, по сути, извиниться перед ним за то, о чем вы же сожалеете для себя. А это значит, что вам необходимо первое пойти на контакт и, собственно говоря, так сказать, пойти на примирение. Но, понимаете, в чем тонкость? То, что вы пойдете на примирение, и это очень важно. То, что вы идете на примирение с мужчиной и решаете измениться перед ним, это ни в коем случае не означает того факта, что вы полностью, простите, оправдываете его и то, что он сделал. Вот этого не стоит мужчине внушать. Ничего подобного вы делать не собираетесь. То есть, дайте мужчине понять, что да, вы готовы извиниться перед ним. Дайте мужчине понять, что вы, собственно говоря, готовы критически относиться к себе, готовы критически относиться к тому, что вы делаете, но и свои интересы вы не собираетесь предавать. И вот, если вы будете поступать именно так, в таком направлении, в таком ключе, то, собственно говоря, ты получишь такое отношение мужчины к вам, какое он может реализовать, какое он может себе позволить и вам будет с чем иметь дело. Либо вы для себя решите, что вам такое отношение не подходит и окончательно расстанетесь с идеей вернуться к нему, либо вы увидите другое отношение к себе, более приемлемое, мужчина извлечет урок из того, что сделал, и то, что было, из-за чего вы ушли, больше не повторится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен и делайте его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.